Оно такое, реально, как слезняк и как сопельки Всем привет! Меня зовут Мария Карпенко и вы находитесь на канале Всего и Побольше У меня сегодня в гостях очень интересный человек, очень интересная личность, которую зовут Тася Розанцева Да, и она сегодня вам и маленьким также зрителям, и мне также, потому что для меня это будет что-то новенькое Она нам сегодня покажет вместе, как делать лизуна Может кто-то не знает, это такое какое-то вещество, которое очень мягкое И его можно растягивать, и оно такое вообще слезнявое, такое, но для детей это просто нечто Поэтому если у вас есть младшенькие детки, сестрички, прайтики, внуки Или просто ваши друзья, или вы просто самый маленький ребенок И вы любите это, это как раз видео для вас Так что сейчас мы приступим, и что для этого нам понадобится, расскажи, пожалуйста Клей Сейчас мы будем использовать моющее средство, это стиральный жидкий порошок Дальше Дальше нам нужна краска, если вы хотите, чтобы это было какого-то цвета Чем мы будем мешать, и где мы это будем делать В емкости В емкости такой Сначала мы будем наливать клей Теперь мы будем наливать краску Теперь нам надо будет это все перемешать Теперь добавляем наш загуститель Мы используем это моющее средство Все по чуть-чуть, да? Сначала по чуть-чуть Сначала мы добавляем чуть-чуть, потом размешиваем Потом, видите, он сворачивается, значит он уже загустевает А ну покажи, какой он стоит Вот Немножечко Мне нужно его очень много, потому что может не получится Все мы добавляем по чуть-чуть, потому что мы можем переборщить И оно сразу сильно сворачивается, и тогда не получится Нужно все по чуть-чуть и сразу же размешивать Вау И уже почти лизун у нас такой, видите Вот тут вот Да Теперь надо помешать Он очень липкий, если его в руки брать А что сделать так, чтобы он не был липкий? Чтобы он не был липкий, надо еще немножко Если вы хотите, чтобы ваш стол оставался чистым Вы должны стол подложить какой-то клееночкой или какой-то бумагой Чтобы потом ваши родители не ругали вас за нечистоту Потому что эта работа не очень чистая Так, это мы так размешиваем И надо его обратно в тарелку, чтобы еще немного средства добавить А то он еще не полностью готов, да? Чем больше вы добавляете моющего средства И перемешиваете Тем оно встает гуще и не такой липкое И не пристает к вашим рукам Что у нас там вышло? А теперь он уже не липнет к рукам Потому что я его уже где-то минут 5 мешу в руках И он не липнет к рукам Вот такой у нас получился антистресс Можно я его возьму? Конечно, ты не запачкаешься Аккуратненько Поэтому, если, когда вы будете готовить эту штуку Пожалуйста, одевайте нормальную одежду Которую вам не будет слишком жалко Можно я теперь ее возьму? Оно такое реально, как слезняк и как сопельки Такое Вообще-то для взрослых, я думаю, это неинтересно А для маленьких это интересно Вот тебе сколько лет, расскажи 8 Вот ей 8 лет Ее сестре 10 лет И вот они просто балдеют от такой штуки Скажи, как можно это сохранять, чтобы оно не засыхало? Его просто надо держать в пакетике долго А если вы не хотите, чтобы он засох Подожди, я покажу То просто надо, чтобы с ним не играться больше часа Ага, потому что он испаряется Жидкостью спаряется Ну, потому что он становится твердым Скажи, вот это интересно вам? Это антистресс, да? Да Такое? Бе Ну, короче, как только берете, сразу потом надо аккуратно Надо будет аккуратно Сразу же мыть руки Поэтому вот так вот Если вам понравилось видео, не забудьте поставить пальчик вверх Напишите, какие у вас есть вопросы Может, вы хотите еще какие-то штучки, чтобы мы вам показали, как готовить Оказывается, это все не очень сложно, как мне казалось Поэтому увидимся с вами в следующем видео И с вами была Мария Карпенко и... Тайси Рязанцева Тайси Рязанцева Всем пока-пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok